Скорпионы, рада вас снова видеть на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на июнь 2018 года. Как вы знаете, по традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, проиграться однозначно для всех он не может, хотя по той простой причине, что многим из нас необходимо смотреть Тороскоп по сцеленту своего знака в натальной карте. Как его прочитать, вы можете загуглить и найти ответы на этот вопрос. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения и давайте смотреть, о чем вам говорят арканы. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Карта Шут либо карта Дурак. Замечательный аркан, почему? Потому что он, как правило, говорит о начале нового этапа. Это карта стартапа, карта новых начинаний, нового движения. В целом, каких-то новых начал. Для многих это может отыграться. Ситуация деторождения, потому что Шут сам по себе часто указывает на деток. Если смотреть с позиции, например, работы, это в целом может быть ситуация либо карьерного роста, либо продвижения вперед, либо же переход на новую работу, на новую должность. С позиции личных отношений, это может быть новая связь, но такая, знаете, как легкая, без планов и перспектив на будущее. То есть, эта позиция хорошо здесь и сейчас. С позиции финансов, ну сказать, сложно, потому что мы должны делать дополнительные арканы и просматривать ситуацию в целом. Посмотрим, о чем нам здесь карта озвучит. Но в целом, это карта какого-то вот беззаботного времяпрепровождения. Для многих это отыграется как ситуация отдыха. Итак, что вас ожидает с позиции работы? Луна. Луна сама по себе с позиции работы указывает на то, что подключите сюда интуицию, потому что здесь либо вы каким-то образом ощущаете себя не на своем месте, либо же в целом по этому аркану много каких-то подводных камней у вас в текущей ситуации. А именно, ну, либо идут ситуации каких-то интриг, сплетен за вашей спиной, выяснение взаимоотношений. Плюс по этой карте у вас идет страх и неуверенность в завтрашнем дне. В собственных знаниях или компетенции, или в ваших способностях. Причем, знаете, вот по сути, вот у нас всегда, когда у вас нет объективных причин для страха, но вы все равно почему-то продолжаете бояться. Особенно это целесообразно для тех, кто безработен, пытается что-то изменить, но все время боится. Вы боитесь наткнуться либо на стену непонимания, либо в целом знаете, что вас признают некомпетентным, либо тот факт, что вы, например, не востребованы на рынке труда. Это вас загоняет в ситуацию стагнации, какой-то депрессии. С позиции финансов, что вас ожидает? Здесь у вас падает паж мечей. Паж мечей – это карта, в принципе, финансового восстановления. Не могу сказать, что здесь большая прибыль, но сама по себе ситуация, когда при помощи, скажем так, вашего логического подхода к вашему трату, да, с сопоставлением расходов и доходов, вы четко можете регулировать этот баланс и, ну как, привести его в какой-то нужный уровень, да, чтобы, ну, здесь нет у вас и финансовых потерь, но и какой-то крупной финансовой прибыли у вас здесь, к сожалению, тоже не предвидится. Так, с позиции здоровья. Четверка Пентакли – это стабильное состояние, это в целом укрепление позиции, укрепление здоровья, какие-то процедуры, направленные на укрепление иммунитета, либо, также часто у нас четверка Пентакли указывает, так как это карта недвижимости, в целом указание на, как вам сказать, на опорно-двигательный аппарат, то какие-то меры направлены, ну, связаны с вашим опорно-двигательным аппаратом. Здесь могут быть и массаж, и иглотерапия, и в целом какие-то, ну, профилактические меры, направленные на укрепление именно этой системы здоровья. Так, что у нас падает с позиции личной жизни? Двойка Пентакли – именно в этой колоде, это, знаете, как агрокомпромисса, вы как единое целое, как единое звено, ситуация бесконечности, это постоянный цикл одних и тех же ситуаций, которые в вашей жизни не прекращаются. Если вы на текущий момент являетесь свободным человеком, ну, то есть без пары, то это попытка найти вторую половину, познакомиться, да, с кем-то вступить, ну, в какие-то вот партнерские отношения. Здесь у вас, в принципе, таковые шансы есть, так как двойка Пентакли – это, в принципе, знаете, как кандидатов много, но здесь поставим у вас какие-то большие сомнения. Ситуация качеля, ситуация подойти к отношениям с позиции рационального выбора, то есть насколько партнер для вас будет удобен, практичен, что он вам в целом может дать. Если же с позиции личных отношений, которые у вас уже есть и устоялись, то подводки Пентакли – это карта баланса, это карта компромиссов, взаимопонимания, чуткого понимания друг друга и подхода к друг другу. И, помимо всего прочего, вот видите, ну, вы как одно целое. Да, есть качели – то хорошо, то плохо, но, тем не менее, союз у вас уже устоявшийся и который имеет все перспективы для плодотворного развития. Так, с позиции совета. Здесь у вас падает перевернутая пятерка кубков. Называется карта исправления ошибок прошлого. Причем исправление в каком контексте? Вот то, что вам приносило душевно-эмоциональный раздрай, теперь вы можете с этим покончить. Простить себя за что-то, либо простить кого-то, либо в целом отпустить эмоционально ту ситуацию, которая очень сильно вас отягощала. Потому что эта карта – это, знаете, попытки посмотреть на прошлое новыми глазами, посмотреть, что вы сделали не так, исправить и, наконец-то, перечеркнуть эту страницу, да, избавиться от эмоционального душевного груза. Ну, чего вам, в принципе, искренне желаю. Так что вот такой вот месяц, не могу сказать, что значимый, потому что в старших арканах не так много, но, тем не менее, он для вас, он будет крайне продуктивен. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы у вас произошло и проигралось только все самое хорошее. Для тех, кто желает получить мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты, вы сможете найти под этим видео. Искренне вас благодарю за просмотр, жду от вас обратной связи. Ну, а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!